Сергею Алехину через полгода исполнится 90. Ветеран Великой Отечественной войны о своих болезнях и думать не хочет. Говорит, пока есть силы, нужно ходить, гулять и заниматься физкультурой. Тем более, что у Сергея Сергеевича за плечами большое спортивное прошлое. Пока есть возможность, хочется участвовать в спортивных мероприятиях. Я с молодости занимался боксом, плаванием, занимался бегом. У меня и кубки есть, и по плаванию, и по бегу, и по боксу. Я на Чеховиканском флоте был чемпионом Чеховиканского флота в своей весовой категории. Активной жизненной позицией придерживаются многие пожилые люди и инвалиды Советского района Самары. На турнире по настольным видам спорта их больше ста человек. Каждый хочет выиграть кубок и занять призовое место. Никогда не знала, что такое мини-гольф. Так вот повезло, так сказать, получила медаль и кубок. Шашки и шахматы – прошлый век. Современные спортсмены с ограниченными возможностями предпочитают шаффлборд, джульбак и новус. Эти игры, по словам специалистов, развивают моторику и глазомер. Но главное, что на турнирах люди, которые не так часто выбираются из дома, могут встретиться и провести время с пользой для здоровья. Это самое главное. В общем-то, вытащить человека из дома, из четырех стен – это основная задача для нас. Потому что люди замыкаются в своем горе, не всегда понимают их родственники. А когда они встречаются с людьми, у которых тоже свои проблемы, поделились, и как-то уже легче. Ведь когда поделишься, всегда легче. Данное мероприятие у нас уже стало традиционное. Оно проводится благодаря нашей муниципальной программе поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. Пользуется очень большой популярностью. Наши инвалиды, граждане, они хоть и люди с ограниченными возможностями, но с большим потенциалом, с большой активностью. И всегда очень охотно занимаются спортом. Победители определят по двум настольным играм. Призеры получат кубки и медали. Остальные спортсмены – хорошее настроение и стимул участвовать в турнире в следующем году. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.